Сегодня в управлении МНС по Гомельской области веншовали команду, которая вернулась из международных споборництвов белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо» по пожарно-воротовальным спорте. Турнир прошел в Витебске. В первенстве удельничали 9 белорусских команд и одна российская. Сюжет Марины Джалой. У первый день удельники выявляли мощнейших, а во уздыме по штурмовой лесвице на поверхе в учебной вежи. На наступны демонстровали свое майстерство у пера долине стаметровой полосы с пирожкодами и пожарной эстафете. Финальное споборництво – боевое разгортывание. Але самое тяжкое выпробование подрыхтовали не организаторы споборництво, а спякотное надворье. Солнце палило не шадно, небыто проверало на трывалость тех, кто по службе повинен взмогаться с самой гаражей стихией – огнем. Справиться с погодой, потому что стояла большая жара, а все остальное – это уже наработано, набегано. Единственное, что, конечно, как я уже говорил, что у нас молодая команда, и, наверное, для них было немножко тяжеловато выступать на таком высоком уровне. Но наши подготовленные спортсмены подставляли свое плечо. На этот раз первое огольнокомандное место досталось удельникам с Гродно. Комельчане завоевали другое. Тренер гомельской команды каже, что наши выступили вельми достойно. Але як и капитан команды лечит, что надворье стало выразной пирожкодой на шляху до перемоги для многих удельников. Соревнования, на самом деле, были очень тяжелые, так как погодные условия были очень жаркие. Мы тренивались, грубо говоря, немножко в других условиях. Погода нам преподнесла такой сюрприз. Но ребята справились. Была очень ожесточенная, упорная борьба. Сегодня с высокими выниками у турниры команду повиншовал начальник Гомельского областного управления МНС Сергей Дичковский. И он ожидал наступной развернуться со спортивных баталий, с перемогой. Шанс взять реванш предоставится вельми худко. Команда начинает подрихтовку дореспубликанских споборництвов по пожарно-выротовальным спорте, которые пройдут на початку женивня. Марина Джала, Валерия Гопанько, телерадиокомпания Гомель.